Здравствуйте, с вами iBegXO. Сегодня я вам расскажу, как строится день в ресторане. То есть, как начинают официанты, начинают свою работу, как начинают работу свою повара, и администраторы, и управляющие. Это распорядок дня, как она начинается и как она заканчивается. Это очень важно, потому что от этого зависит принцип правильного управления ресторанами или кафе, и легко ли это делается или тяжело. Если у вас распорядок дня не запланирован, у вас будет хаос в заведении, и очень будет тяжело управлять таким заведением, и каждый день надо будет решать какие-то маленькие вопросы, которые будут возникать у сотрудников. Ваше время полностью уйдет на то, чтобы решать маленькие проблемы, а стратегические задачи, какие как привлечение новых гостей, удержание новых гостей, у вас просто не будет хватать времени. Поэтому распорядок дня очень важен в ресторане. Что это значит? То есть, каждый человек приходит на работу, и что он делает, из чего он начинает работу, и во сколько, например, начинается работа то или иного сотрудника. Давайте начнем из официантов. Сотрудники ресторана за час до открытия ресторана должны быть уже в самом заведении. То есть, они уже должны быть переодетые и должны находиться в зале за час обязательно. Если вы открываетесь в 11, соответственно, все сотрудники уже должны быть в 10. Соблюдаете распорядок дня, вы освобождаете себя от кучи проблем, которые возникнут в будущем. Сейчас я вам расскажу. Смотрите, сотрудники приехали за час на работу. Первые полчаса они занимаются подготовкой рабочего места. Это когда они протирают приборы, наполняют сахар, соль, проверяют чистоту столов, стульев, подстолья, полностью как бы ресторан, двери, да, где-нибудь там, и нету как бы пыли, грязи, да, полностью проверяют весь ресторан. Следующие полчаса до открытия проходят обучение в формате ролевых игр. Ролевые игры в ресторане до начала рабочего дня – это очень важно. Кто-то становится официантом, кто-то становится гостем из сотрудников, да, и они обслуживают, обкатывают работу. Как они будут обслуживать, как вот пришел, сел, и он заказывает салат, суп, горячие блюда, там, чай, кофе, какие-то другие напитки, да, и все вот эти напитки они приносят. Они полностью обыгрывают, когда приходит гость. Во время игры допускают ошибки, и администратор смотрит за этим и сразу исправляют ошибки. Потом сотрудники в течение дня это помнят. Давайте приведу пример, чтобы это было понятно. Вот мы там открыли заведение, проводим ролевые игры, образно, там, надо подать стейк. Стейку заказали соус, ну вот, например, официант забыл соус, да, и ему говорят, вот тебе заказали соус, ты почему не записала соус и почему не подала. К стейку подается свежемолотый перец и соль, да, отдельно как бы подается, оно не стоит на столе. Официант иногда забывает приносить перец и соль. Бывало такие случаи, когда администраторы проводили обучение сотрудников, и когда я приходил в заведение, я смотрю, ну, я заказал стейк, меня как бы принесли, подали стейк, и смотрю, не принесли соль и перец. И я позвал официанта, сказал о том, что, я говорю, здравствуйте, скажите, пожалуйста, сегодня утром было обучение, и официант мне говорит о том, что нет, администратор пришел к открытию ресторана, сказал, что мы сегодня, ну, не будем как бы делать. То есть, сам администратор опоздал, не провел ролевые игры один день, и в этот же день официанты забывают приносить перец и соль. Если вы владелец ресторана, да, как управляющего ресторана, возможно, от вас этого скрывают, и вам этого не говорят, да, и люди на такие мелочи не обращают внимания. Когда принесли, забыли соль, забыли, принесли блюдо, приборы не дали, или забыли подать соус или гарнир, постоянно могут что-то забыть, потому что надо понимать, это люди. И если вы один раз в месяц провели обучение, или один раз в неделю обучение провели полное, и не поддерживаете его каждый день, то это все быстро забывается. Это первый момент. Второй момент. Каждый сотрудник приходит в совершенно разном настроении. И это очень важно еще для того, чтобы человек мог настроиться на работу. У каждого человека могут быть проблемы у себя дома. Какие-то личные вопросы, они будут отражаться на ваших гостей. Кто-то, может быть, не выспался, кто-то приехал не в настроении. Во время игры это будет понятно. Человек вялый. Иногда бывает, что сотрудники приходят с перегаром. Иногда у них настроения нет. Ну, иногда все нормально. У администратора есть возможность посмотреть на этого сотрудника и принять решение. Отправить этого сотрудника домой или он может работать. Очень важно, чтобы настроение ваших сотрудников не оказывало влияния на ваших гостей. То есть, если у него он без настроения пришел на работу, чтобы он не срывался на гостей. И вы будете терять своих гостей из-за таких сотрудников. Если получилось так, что у вашего сотрудника, официанта, какие-то проблемы, администратор вызывает отдельно этого сотрудника и общается с этим сотрудником. Если человек может перенастроиться на работу и все как бы нормально, начнет улыбаться и начнет как бы работать. Да, этот официант допускается к работе. Если у него там, я не знаю, кошка умерла и ему очень плохо, то его необходимо отправить домой. Лучше бы, чтобы этот сотрудник в этот день не работал. Очень важно, чтобы ваша команда, ваши сотрудники были всегда в хорошем настроении. И это обеспечивает атмосферу в вашем заведении. Если у вас атмосфера негативная, вы будете терять очень много гостей. Это поможет не только официанту. Это поможет настроиться на работу барменом, администратором и управляющим. Итак, вы начинаете. Открылся ресторан. Во время открытия ресторана заходят гости. Все гости обслуживают. В официантской зоне могут протирать приборы, готовиться к ланчу. Бармены должны прийти на работу и тоже полностью подготовить свои рабочие места. К примеру, разобрать мяту, порезать лимон, покрошить лед. Вот все, что им нужно будет на работе. Посмотреть кофемашину, включить, налить в бойлер кипятка, чтобы можно было сделать чай. Полностью готовить свое рабочее место. Также протереть посуду, которая у них есть в баре. Обычно бармены сидят и ничего не протирают. Они обычно просто сидят в баре, копаются в телефоне и не готовятся, приступая только тогда, когда им поступает заказ. Это 2-3 раза увеличивает время отдачи напитка. И ваши гости очень долго ждут, когда им отдадут этот напиток. Возможно, ваши бармены будут говорить, вот я могу и сделать, и оно там испортится, мы в конце дня выкинем. Нет, скорее всего, не первый день работает, он прекрасно знает, сколько заказов у вашего заведения. Он может подготовить столько, насколько он рассчитывал. Если он 10% не рассчитает, это не проблема. В процессе возможно сделать, но это не погрешность. Если даже 10% из тех заготовок, которые он сделал, вы выкинете, это тоже не проблема. А проблема будет тогда, когда ваши гости очень долго будут заказ получать, они будут недовольны, что у вас обслуживание долгое. Время подачи напитков должно быть 2-3 минуты. Если какие-то сложные способы приготовления, 5 минут максимум. Любой напиток в баре не должно подаваться больше, чем 5 минут. Дальше идем на кухню. У вас должны быть заготовки в ресторане, подготовленные полностью, чтобы, когда поступает заказ, только доготавливать его и отдать. Итак, время подачи салатов должно быть 5-7 минут, супа 10 минут, горячее блюдо 15 минут. Если вы не укладываетесь в этот регламент, вы обязательно предупреждаете гостей. К примеру, у нас в заведении есть такое блюдо манты, оно готовится 40 минут, потому что технологии, по которым оно готовится, то есть оно полностью готовое, его надо как бы на пару сварить, и оно готовится 40 минут. Естественно, об этом предупреждается гость заранее, что данное блюдо готовится 40 минут. И гость выбирает, он готов ждать или нет. А все остальные блюда, это может быть паста, это может быть пицца, кстати, пицца готовится за 7 минут, паста готовится за 12 минут. У нас есть на каждое блюдо есть время приготовления, время отдачи этого блюда. Ваша задача выполнить конечную операцию и быстро отдать блюдо. Сейчас люди не готовы ждать, люди вспоминают, что им надо покушать только тогда, когда они голодные. Если вы во время обеда тоже даете очень как бы долго, если долгое обслуживание, то невозможно в этом заведении увеличить выручки и делать дополнительную прибыль. Цикл подачи блюд гость считает из того времени, когда он вообще пришел в ваше заведение. Первое. Гость пришел, сел за стол, начинает смотреть. Он выбрал блюдо, давайте мы будем считать от того, как он сделал заказ. Официант подошел, принял заказ, потом пробил этот заказ в систему, у вас вышел заказ и до его исполнения 15 минут. После этого официант должен принести плюс-минус от 5 до 10 минут, если официант обслуживает несколько столов. То есть, если вы готовите за 15 минут, гость в среднем получает за 20-25 минут это блюдо от того момента, когда он сделал заказ. Если вы блюдо готовите больше 15 минут, то есть, возможно, вы готовите 20-25 минут, гость будет получать за свой заказ от 25 до 40 минут. Это представьте себе 40 минут, это очень долго. И количество гостей будет снижаться постоянно у вас, если вы будете так долго отдавать блюдо. И многие гости со временем, ваши постоянные гости будут давать предпочтение другим заведениям, потому что там быстрое обслуживание, быстро все приносят, быстро все подают. И для того, чтобы скорость увеличить выдачи блюд, у вас должна быть сделана еще правильная расстановка кухни. Поэтому распорядок дня поваров, они приходят тоже за час, полностью готовят, у них тоже должно быть небольшое совещание во главе с шеф-поваром, и после этого они тоже начинают работать. Итак, давайте продолжим. Вот гости пришли, вы образно 10 или 11 открылись, к 12 у вас уже пошел народ, час-два это пик обеденного времени, и уже к 4-5 количество гостей снижается, к 6, а потом опять идет рост. Когда количество гостей снижается, вот к этому моменту ваши сотрудники зала и сотрудники кухни готовятся к второму потоку, вечернему потоку подготовки ресторана. Подготовка необходима также для того, чтобы быстро обслужить гостей. Сделайте, пожалуйста, упор на скорость. После того, как вы справились с ночным потоком, закрываете за час до закрытия вашу кухню, там полностью они все убираются, чистят, мусор выносят, уже как бы повара готовятся. Потом, через час уже закрывается зал, и в зале то же самое, и в баре то же самое. Полностью все чистится, и после этого готовится ресторан к сдаче смены. Вот тут вот очень важный момент. Я очень часто как бы вижу, когда официанты говорят, вот мы устали, мы там столько там с 10 утра до 6 утра работали, мы не будем убираться, завтра придет новая смена, и они как бы будут убираться. Ни в коем случае не делайте так. Ничего страшного. Никогда нельзя оставлять мусор, никогда нельзя сдавать грязную смену. Мало того, если грязная смена сдается предыдущей сменой, то необходимо зафиксировать каждую случай из этого и принимать меры. Два-три раза предупреждение, и на третий раз обязательно вы штрафуете. Я не сторонник штрафовать сотрудников. Я хочу всегда обходиться с разговором. Но если разговор не воспринимается, то вынужденно вы штрафуете сотрудников. Я не сторонник штрафовать сотрудников, потому что это негатив. А в ресторане должно быть всегда позитивно. Но бывает так, что первый раз предупредил, второй раз предупредил, третий раз оштрафовал. Предлагаю вам завести такое правило. Если вы три раза оштрафовали сотрудника, этого сотрудникам надо провести беседу, и лучше расстаться с таким сотрудником. Если вы будете держать таких сотрудников, медленно-медленно вы смиритесь с тем, что у вас не получается управлять, или все сотрудники, они твердят свое, и медленно, например, там, сегодня вы, ладно, сказали, ладно, я прощаю, как бы, ну, какой-то маленький косяк, там, чуть-чуть грязь, ладно, не заметили, на следующий раз это исправится, да, вы закрыли глаза. И таким образом, одно, второе, третье, четвертое, и через три месяца ваш ресторан превращается просто в кошмар, просто в хаос. Заведите такие правила, чтобы вам было легче управлять рестораном. Если в ресторане оставляют мусор после работы, у вас очень быстро заводятся тараканы. Вы травите этих тараканов, избавляетесь. Это только потому, что сотрудники оставили после себя мусор и не почистили свое рабочее место. Это первая большая проблема. Вторая большая проблема. Ваш ресторан начнет плохо пахнуть. Закончили работу, сотрудники не убрались в своих рабочих местах, не почистили бар, не почистили кухню или не почистили полностью зал. То есть, каждая смена в ресторане принимается чистым и сдается чистым. А что будет, если вы не будете таким образом сдавать смену? На следующее утро вы обнаружите, что ваш ресторан очень плохо пахнет. Третье. Ваши сотрудники, которые вот-вот должны хорошим настроением начать на работу, им придется столкнуться сразу с мусором, с грязью. Они начнут чистить это и у них будут портиться настроения. Они после этого сразу должны хорошим настроением обслуживать гостя. Это очень тяжело. Поэтому ни в коем случае не позволяйте вашим сотрудникам сдавать грязную смену. Неважно, если они даже 24 часа отработали и у вас было полно гостей, еще полчаса для того, чтобы полностью убраться в ресторане. У вас должно быть это правило, которого никто не имеет права нарушать. И вот таким образом мы закончим распорядок дня. Дальше запретите телефоны в ресторане. Если вы последуете этим советам, скоро начнет ваши выручки увеличиваться. Удачи вам, ребята!